Торжественная встреча иконы военнослужащими Черноморского флота состоялась на 85-м причале. Благочинный Севастопольского округа протеерей Сергий Халюта в сослужении помощника командующего Черноморским флотом по работе с верующими военнослужащими протеерей Александра Бондаренко совершил молебен. После богослужения моряки-черноморцы смогли приложиться к иконе и попросить у своего небесного покровителя помощи в ратном служении. Конечно, это было очень радостно, тем более, что в армии много трудных ситуаций есть, но в принципе служба нелегкая. На командирском катере святыню доставили на северную сторону Севастополя вместо постоянного базирования соединения надводных кораблей. На 12-м причале чудотворную икону святителя Николая встречали экипажа сторожевиков «Ладный и Пытливый» и флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера «Москва». Благословив моряков, благочинный Севастопольского округа обратился к ним со словами на путствие. Помолитесь сейчас каждый из вас своим сердцем и попросите у святителя Николая то потребное, что нужно для вашей службы и для вашего спасения. Смелости. Попросите у святителя Николая, чтобы он дал вам возможность справляться с трудностями, слушать офицеров, начальствующих, любить друг друга, любить Бога прежде всего, честно исполнять заповеди, честно служить Богу и своему Отечеству. Далее чудотворный образ был провезен по Севастопольской бухте. По пути следования священнослужители совершили благословение иконой боевых кораблей Черноморского флота России, а затем образ доставили для поклонения в князь Владимирский собор, усыпальницу адмиралов. В морской собор, в котором всегда молились наши моряки, и во время морских походов, во время боев всегда к нему обращались. И сейчас, когда не самые легкие времена для флота, по молитве наших моряков, Господь дарует помощь и флоту, и каждому моряку в отдельности. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, Пресс-служба Севастопольского благочиния.